привет ребята давно я не делал никакие видео никакие обзоры не было времени и желания особо не было да и не было что снимать вот получил я права наконец-то драйвер лайсенс вчера только забрал они уже давно были в нью-йорке я вчера когда съезжал с нью-йорка вот я съехал недавно с нью-йорка вот мой драйвер лайсенс здесь написано драйвер лайсенса вот так она выглядит драйвер лайсенс есть похоже похоже permit license permit это разрешение на то есть это перед драйвер лайсенса выдается это разрешение на управление вождение транспортным средством но ты сам если есть permit сами и самим привитом не 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 разрешается водить автомобиль для этого нужен драйвер лайсенс вот когда ты сдаешь сдаете народ тест перед тем как придет драйвер лайсенс на почту вам дают чек и на нем можно ездить 90 дней но пока придет драйвер лайсенс вы можете уже спокойно ездить если у вас есть permit и вот этот чек так как я сдавал на права я сдавал срочно то есть мне надо было быстро я особо не люблю время тянуть по времени у меня вышло где-то все вместе с тестом с тестом на permit с оформлением бумаг с создачей зрения там как улево в кулисту там не кукулиста проверять зрение плюс рот с плюс 5 свой онлайн урок вот это все по времени где-то полтора месяца вышло может меньше приблизительно не помню и по цене где-то в районе 500 долларов то есть я ничего не делаю я только сдавал тест экзамен письмен письменный то есть не письменно на компьютере рота сдавал и прошел пятичасовой урок остальное все это делали инструктора и и учить и учител учителя в школе я их нанял как бы за это им платил деньги плюс еще в эту сумму входит аренда машины на экзамен чтобы есть друзей и знакомых не дергал подъезд у которых есть машина но не люблю дергать людей это просто лучше заплачу и быстрее по времени будет и и все остальное и плюс я еще взял два урока вождения хотя у меня опыт 2001 года просто здесь права другие и я уже полтора года как за рулем не сидел хотел просто вспомнить и и хотел ознакомиться с правилами ознакомиться с правилами здешними и плюс мне интересно было как сдает сдается вождение то есть там есть некоторые нюансы которые надо правильно делать например параллель паркинг это парковка параллельная задним ходом парковка потом есть разворот broken new torn форме буквы ю это в три приема и там еще некоторые нюансы например соблюдение скорости разгон но это уже такое это мелочи главное самое главное вот вот это пользовать пользоваться поворотниками крутить голову туда-сюда то есть максимально быть внимательным смотреть везде вот на это не то очень смотрят то есть если ты просто смотришь тупо вперед и не не крутишь голову это уже как бы у них подозрение не может за это поставить балл что ты не внимательны на дороге не обращаясь внимания на окружении и мы правильно надо сдавать броконьютон и они называют там по мамы три имени из этого приема броконьютон кейтерн и еще один так не помню как называть так но что их все хочу сказать вот приезжие которые приехали сюда по разным визам иммигранты я хочу посоветовать что кратчайший срок его сделать себе driver license это будет вам как айди и плюс еще права независимо то в какой стране вы жили и какие у вас водительское какое водительское удостоверение у вас вы должны сделать это были короче обязательно здесь без прав тяжело очень и и некоторые не в него всех штатах разрешается иммигрантам особенно иммигрантам которые находятся здесь без статуса сдавать вот на права вот эти вот такие права по моему до нью-йорк и флорида они они дают 30 дней то есть если ты приехал с момента въезда в страну тебя из 30 дней для того чтобы сдать на вот это на права ты можешь 30 не ездить на своих правах и одновременно можешь учиться издавать потом по моему нью-джерси дает 60 дней то есть они может ехать на своих приводить на своем водительском удостоверении но 60 дней после 60 дней ты должен сделать себе если хочешь дальше ездить и плюс еще плюс иметь 1 это самое самое такое самое просто простой айди и ты должен сделать вы должны сделать права и остальные штат это надо на интернет поставить не все штаты я знаю но я знаю точно что они в каждом штате можно сдавать знаю техасе по моему нельзя мне не хочу говорить не не про неправдивую информацию вот значит насчет вот вот что входит стоимость вот этих 500 долларов которые 500 или 600 приблизительно я не точно не могу сказать аренда автомобиля то есть урок вождения у меня вышел два урока вождения обрал у меня вышел один урок 55 долларов то есть 110 аренда автомобиля на экзамен вышла 130 потом срочный пермит у меня вышел для того чтобы они назначили мне пермит то есть тест сдача теста у меня это вышло где-то по 60 долларов онлайн урок 5-часовой онлайн урок это обязательно они это стоит 50 долларов 5-часовой урок обязательно сдавать можно и онлайн можно и в классе но основном сдают онлайн и сейчас из-за кавида так после сдачи онлайн урока тебе приходит на почту вам приходит на почту бумажка корешок с этой бумажкой вы сдаете уже роутест эту бумажку забирает инструктор который принимает во вождение и после этого он уже вы проходите роутест и сдали не сдали и он потом выдает вам чек говорит поздравляет конгратулейшн я вас поздравляю вы сдали роутест вы прошли его дает вам чек пермит у вас уже есть то есть без пермита тоже вы не мысли вас пермит еще не пришел по почте вы дата вы не можете сдавать роутест вам нужно прийти на роутест пермитом и с этим корешком с этой квитанции или корешок квитанция до которой вы получили после онлайн урока потом уже по почте придет оригинал род драйвер лайсенс нос это но с пермитом и с маленькой квитанции которая после роутеста вам выдал инструктор инструктора человек который принимает экзамен как-то родном слове сказать и забыл вот с этим можете ездить там по моему 90 дней или сколько к сожалению не имеем этот при себе оставил дома я хотел показать оба пермит но не идем идентичные разница в пермите и в драйвер лайсенс и вот только вот этого надпись здесь написано драйвер лайсенс вот здесь на пермите написано пермит а все остальные цифры даты все данные они одинаковы но срок годности если срок годности пермита стекает тогда истекает срок годности право права истекают вот эти права мне дали на четыре года 25 года они истекают срок годности он истекает в момент твоего день рождения вашего день рождения то есть они так вот значит вот до день рождения здесь написано и потом срок годности то есть четыре года и дата вашего рождения еще интересный факт вот эти права здесь написано not for not for federal purpose это означает что не для государственных учреждений то есть на данный момент еще можно на них летать и заходить такие государственные учреждения например я мы ездили за оборудованием за товаром на склад который находится на военной базе в военном аэродроме и без айди американского тебя туда не запустят и у меня тогда был пермит но права они тоже бы подошли вот я так читал по моему после октября не помню 30 октября 20 октября этого года надо точно посмотреть когда меняется ситуация если на драйвер-лайсенс здесь должна быть звездочка или здесь ниже или флаг или еще какой-то знак который делается с этого драйвер-лайсенса real айди настоящие то есть после октября месяца это уже не real айди это только права вы имеете право водить автомобиль вы можете ну волка шопе когда покупать алкоголь показать как айди какой-нибудь но или любое месте где потребует айди но она не дает вам права после октября месяца летать на самолете на внутренних рейсах и посещать государственные учреждения для того чтобы надо сделать чтобы поменять вот этот not for federal purpose вместо этого звездочка надо вот я еще точно не знаю что надо меня товарищ говорил что это можно сделать онлайн оформить заплатить госпошлину и и она придет по почте а еще одна одна важная информация когда после сдачи теста на пермит сразу смотрят твое зрение заполняет бумаги и ты вы должны тоже госпошлину заплатить по моему 74 доллара или 72 74 доллара до сразу какие бумаги требуются для иммигрантов например которых вот для иммигрантов которых уже нет статуса надо показать набрать 6 поинтов 6 баллов показать это за каждый документ дается там определенное количество баллов за паспорт дает по моему 6 поинтов 6 баллов надо вам страховку обязательно медицинскую показать неважно какую там emergency или любая это тоже один балл потом statement с банка выписка с банка каждый месяц банк вам присылает выписку то есть на что вы потратили сколько у вас income был прибыль там туда сюда вы это должны показать с этой выпиской вы подтверждаете что у вас есть банковский счет и плюс подтверждайте адрес потом показать обязательно банковскую карточку кредитную если у вас есть любые водительские права собой это тоже приветствуется и и и по-моему это все чем больше документ у вас есть если у вас есть текст айди это тоже пресс и для нелегалов которым у которых нет social security номера и надо заполнять совсем другую форму что вам не не грозит то есть вам не положен social security номер там там очень мало мало заполняется на фамилия ваша дата рождения цвет глаз и рост помочь да вот рост вот это все сюда записывается и пол пол рост цвет глаз дата рождения и адрес то которым вы проживаете вот это пока что это пока что вся информация которую я знаю а вот когда вы приходите еще когда приходите сдавать на на термит на тест вам надо заполнить бланк вот если вот нашел снова у вас нету сошел а и он вам не вы его не как бы не получите ну никак как-то сказать вам он вам не грозит я не грозит неправильно ну короче есть 2 2 бланка в одном бланк один бланк который сошел вам не положим 2 который если есть вас сошел то есть мне сначала дали бланк которым как бы мне и слушал но кваз но я не знал об этом и когда я его заполнил я проходил кофе на уже бумаги и платил в том окошке женщина меня спросила сошел я сказал что мне нету она говорит тогда вам надо другой бланк она вам не выдала ну и там вот вот эти данные глаза рост дата рождения вот все это по моему все насчет права если что-то больше я вспомню я обязательно делаю видео так всем пока мне надо ехать мне еще надо ехать где-то 8 часов где-то 500 моего так что видео на сегодня закончилось всего доброго не хворайте